Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сегодня мы продолжим обозревать автомобили BMW. Итак, встречайте! Сегодня у нас в гостях третья серия E90. BMW тройка E90 – это типичная BMW 2000-х годов. Она пыталась быть всем и сразу. Она пыталась быть экономичной, и быстрой, и комфортной, и шикарной. Но главная ее задача состояла в том, чтобы надрать задницу всем конкурентам. И справедливости ради скажем, что со многими задачами она успешно справилась. Эта машина увидела свет в 2004 году. У нее появился ай-драйв, шины RunFlat. Она никогда не видела старые бензиновые моторы M-серий. Кабриолет был оснащен стальной крышей-трансформером. В этот автомобиль ставились двигатели N-серий, как атмосферные, так и турбированные, и битурбированные. А заряженная M3 порадовала в первый и последний раз атмосферным V8. М3 выпускалась в трех вариантах кузова, кроме универсала. Больше всего сложностей и расходов при эксплуатации E90 приносят именно двигатели, а именно бензиновые моторы. Поэтому силовому агрегату надо уделять особое внимание при покупке этого автомобиля. Итак, бензиновые моторы непростые. Их всех объединяет высокая рабочая температура, из-за которой маслосъемные колпачки дубеют и пропускают масло. Даже после замены колпачки едва ли выхаживают 60 тысяч километров. Чистка радиатора охлаждения – это обязательная процедура для бензиновых двигателей на тройке E90. А замена масла каждые 7500 километров помогает сэкономить при устранении очень серьезных проблем с двигателями N-серии в BMW E90. Все моторы N-серии текут маслом по прокладке клапанной крышки, по прокладке свечных колодцев, по болту-натяжителю цепи ГРМ, по прокладке датчика и моторчика системы Veltronic. У всех бензиновых двигателей есть проблемы с клапаном системы вентиляции картерных газов, которые находятся или под впускным коллектором, или в клапанной крышке. А вообще, все четырехцилиндровые моторы – это уменьшенные версии шестицилиндровых. Есть два варианта объема – 1.6 и 2.0. Двигатели N45 были доступны с самого начала продаж BMW E90, но не на всех рынках. Заряженный форсированный двигатель для версии 320SI и вовсе был редкостью. Двигатель N45 самый простой, но его цепь ГРМ едва ли выхаживает 100 тысяч километров. Менять ее обязательно надо с направляющими. Муфты Vanos, их управляющие клапаны, а также уплотнения с торцов распредвалов становятся жертвами из-за экономии на масляном сервисе. Параллельно с двигателем N45 на автомобиле E90 устанавливали N46 только в двухлитровом варианте. Это самый нафаршированный мотор. Несмотря на то, что у него распределенный впрыск, у него присутствует система Veltronic и балансирные валы. По сути, это уменьшенный N52. Но мы знаем, что в N52 балансирных валов не было. К вышесказанным проблемам можно добавить проблемы по части системы Veltronic. Это износ угольных щеток моторчика, также износ спускного распредвала, то есть его шеек, а также поломка возвратных пружин промежуточного вала. Также может глючить датчик этого же вала. Рядная четверка N43 появилась позже всех, в 2007 году. Это уменьшенный N53. У этой четверки непосредственный впрыск, в системе Veltronic в ГБЦ места не нашлось. Если этот двигатель плохо запускается на холодную, нестабильно работает, жалуется на бедную смесь, то тогда надо срочно менять форсунки непосредственного впрыска. Потому что за ночь неисправная форсунка может налить топливо в цилиндр, и при запуске произойдет гидроудар. Цена одной форсунки для моторов N43 и N53 – примерно $240. Рядные шестерки представлены четырьмя разными моторами. Мотор N52 версии 2.5 известен пожиранием масла через поршневые кольца. В 2010 году он поумерил аппетит и стал есть меньше, а трехлитровый N52 был намного удачнее в этом плане. Все остальные шестицилиндровые двигатели были трехлитровые. Про N53 с его непосредственным впрыском мы только что упомянули. А вообще, это были последние шестицилиндровые двигатели, которые использовали систему DISA, которая изменяла длину впускного коллектора. Но также эта система могла и навредить двигателю попаданию пластиковых частиц этой самой заслонки в цилиндры. С 2006 года по окончанию выпуска BMW E90, то есть до октября 2013 года были доступны битурбированные двигатели N54 B30. На этом двигателе инженеры компании BMW не особо удачно экспериментировали с непосредственным впрыском, а владельцы платили за замену либо ремонт форсунок и ТНВД. Но вообще этот двигатель с чугунными гильзами и легкосплавным блоком после устранения всех болезней можно считать надежным. В 2010 году на моделях 335i появился новый двигатель N55. Этот двигатель надут твинскрольной турбиной и имеет непосредственный впрыск, даже надежнее, чем у предшественника. Эти двигатели объединяют такие проблемы, как внезапный выход из строя электронной помпы, неисправности соленоидов муфт Ванос, а также течи масла по клапанной крышке. А ранние экземпляры N55 запомнились отзывной компанией из-за неисправного клапана, который регулирует производительность маслонасоса. А вообще бытует мнение, что из-за этого клапана и из-за сорванного маслозаборника эти двигатели проворачивали вкладыши и ломали коленвал. В отличие от BMW E60, тройка E90 успела примерить на себе четыре дизельных двигателя. Это M47, M57, а также новые N47 и N57. Эти двигатели объединяет надежная топливная система от Bosch. Но на двигателях N-серии бывали случаи износа ТНВД вплоть до выделения стружки. На двигателе N47 мощностью более 160 лошадиных сил и на двигателе N57 шестицилиндровым мощностью больше 230 лошадиных сил установлены не слишком ремонтопригодные пьезофорсунки. Также на этих двигателях есть проблема с вихревыми заслонками. Элементы вихревых заслонок пластиковые могут попасть в цилиндры, естественно, нанести урон. Но также они могут закупорить несколько либо же один впускных каналов. А на двигателях N47 может истереться и лопнуть металлическая ось. Бывали случаи, что часть металлического штифта попадала между поршнем и ГБЦ. На дизелях N-серии привод ГРМ находится сзади. Цепи ГРМ сразу получились неудачными. Известен антирекорд на двигателе N47 цепь порвалась уже при пробеге в 50 тысяч километров. После замены цепи на двигателях N47 ходят по 150 тысяч километров, а на двигателях N57 и поздних мощных версиях N57 примерно 250 тысяч километров. Компания BMW устанавливала на E90 автоматические трансмиссии компании ZF и GM. Автоматическая трансмиссия GM6L45 работала в паре с двигателями от N43 до N52. Эти же двигатели, плюс двухлитровые турбодизели работали с трансмиссией ZF 6HP19, а после рестайлинга – 6HP21. Мощные рядные шестерки N53, N54 и N55 работали в паре с трансмиссией 6HP21, а трехлитровые турбодизели мощностью более 218 лошадиных сил работали с коробками 6HP26 и 6HP28. Все автоматические трансмиссии для BMW надежны. Нередко до капремонта они ходят 300 тысяч километров. Но к трансмиссии ZF есть претензии в виде подтекающего пластикового поддона и потеющей втулки электроразъема. Кстати, на трансмиссиях 6HP пластиковый поддон меняется при каждой замене трансмиссионной жидкости, потому что в него встроен масляный фильтр. BMW E90 не имеет проблем с надежностью электрооборудования интерьера iDrive здесь работает без проблем. Но, естественно, iDrive присутствует не в каждой версии. У нас версия попроще – так называемый барабан. Естественно, iDrive здесь нет. Обратим внимание лишь на то, что однажды может заскрипеть либо завыть моторчик вентиляции салона. Это он просит смазки для своих подшипников. Моторчик легко достается из недр передней панели. Ну а сейчас нам пора ехать на СТО, чтобы дополнить рассказ об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами выбираем отличные мотоциклы и привозим их из Европы с полным пакетом документов. Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. У нас заходная версия BMW E90 с мотором 1.6. Эта версия не про шашечки на дороге и не про быструю езду. Это экономичный автомобиль. Расход в городе 8.6, то есть меньше девятки. А расходы на эксплуатацию этого автомобиля не должны вас испугать. Но самое приятное в том, что в этом автомобиле присутствуют премиальные нотки марки BMW. А мы с вами снова посещаем одну из станций самой крупной сети СТО на территории Беларуси – Solid Auto Service. Сегодня это современная оборудованная станция про СТО город Могилёв. Обязательно подписывайтесь на страницу самой сети в Инстаграм и следите за их предложениями. Ну что, начинаем. Фары E90 на многих автомобилях потеют после дождя либо мойки. Искать места проникновения влаги практически бесполезно. На дорестайлинговых тройках, которые оборудованы ксеноном, плавятся плафоны фар. И это происходит именно в том месте, через которое проходит луч света. Обычно это происходит на плафонах, которые помутнели либо загрязнены. А форсунки-омыватели фар практически на всех E90 текут. То есть после подачи омывающей жидкости на фары омывайка сочится через корпус форсунок. Владельцы нашли выход. Они ставят тройник с обратным клапаном, который не дает воде вычесть самотеком из корпуса форсунок. А форсунки присутствуют при наличии ксеноновых фар. На машинах с электроприводом складывания зеркал встречается известная на других BMW проблема. Зеркала раскладываются в обратную сторону. Обычно смазывание стопора и шарнира быстро проникающей смазкой помогает. Провода, протянутые в крышку багажника через резиновый рукав, могут растрескаться или порваться. Это приведет к отключению всех потребителей в крышке. У универсалов E91 и E61 схожие проблемы, а именно влага убивает кнопку открытия заднего стекла, также убивает антенну центрального замка и закисает механизм заднего дворника. Ну что, поднимем машинку и посмотрим, что там внизу. Подвеска тройки требует гораздо меньше внимания, чем на более крупных BMW. Конструктивно она очень похожа на подвеску BMW E60. Здесь тот же McPherson, а нижний рычаг разделен на две части. Поворотный кулак опирается на две шаровые, которые служат достаточно долго. Даже встречаются оригинальные рычаги на автомобилях с пробегом в 200 тысяч километров. Здесь обычно первым стареет и требует замены сайлинг-блок заднего рычага. Стойки стабилизатора тоже расходник. Будет здорово, если оригинал пройдет 60 тысяч километров. Отдельно отметим передние пружины. У них диаметр нижнего витка меньше, чем диаметр верхних витков. Эта особенность дает о себе знать, когда ломается нижний виток. И тогда кузов буквально садится на колесо, как будто бы пружина исчезает. Такой подлости надо ждать от откровенно ржавых пружин. Их стоит заменить заранее. Ресурс рулевой рейки на BMW E90 оценивается как хороший, но все зависит от условий эксплуатации. У городских автомобилей рейка нагружается поворотами руля на месте. Практически все BMW E90 оснащены рейкой с электроусилителем. И она встречается с похожими для таких узлов проблемы. По рулевому валу влага попадает в корпус с датчиком крутящего момента, датчик слепнет, рейка отключается. Оживить датчик не всегда удается, хотя некоторые мастерские предлагают услуги по ремонту электронных компонентов и электрических усилителей. Рулевой механизм с гидравлической рейкой получили самые мощные версии E90. Насос ГУР может фатально выйти из строя и настругать стружку в гидравлическую жидкость. А вот стружка прикончит рейку, также прикончит новый насос, если гидравлика не будет промыта. В некоторых случаях на BMW E90 может понадобиться замена рулевого карданчика из-за повышенного люфта в нем. Карданный вал и эластичная муфта на E90 не требуют практически никакого внимания, особенно на автомобилях с четырехцилиндровыми двигателями. Иногда шлицевые соединения из-за отсутствия смазки могут издавать посторонние звуки. Эта проблема решается нанесением густой смазки. При замене задних амортизаторов крайне важно поменять опору амортизатора, в которой находится крепежная гайка, а также надо поменять опорную стальную тарелку. Они одеваются сверху на шток амортизатора. Со временем крепежная стальная тарелка разрушается под действием коррозии, подушка изнашивается и тогда по кузову слышен отчетливый негромкий стук. А вот здесь, как вы можете заметить, уже чашка мощно расцвела ржавчиной. Часто родной амортизатор расстается рабочим, а чашка и подушка разваливаются. Также отбойник и резиновая втулка опора служат долго и обычно не заставляют на себя обращать внимание владельцев. Самый нагруженный сайлентблок задней подвески – это плавающий шарнир задних поперечных рычагов. Его износ отлично слышен. Машина скрипит, как телега. Втулки и тяги заднего стабилизатора являются расходниками. Довольно часто на BMW E90 потеют сальники полуосей. Многие владельцы погубили редуктор из-за того, что дали возможность маслу вытечь из него. Поэтому никогда не игнорируйте запотевание маслом. Полноприводные тройки оснащены раздаточной трансмиссией ATC300. Такая же стоит и на E60. Соответственно, проблемы у них одинаковые. Это износ игольчатых подшипников, нажимных ламп, а также поршня фрикционов. Также из строя может выйти и маслонасос. Это приведет к поломке механической части. Поэтому не стоит игнорировать подергивание и гул на скорости около 40 км в час. Чем раньше приедете на ремонт, тем лучше. А вот если на панели приборов появились ошибки по полному приводу и тормозам, то тогда надо менять или реставрировать сервопривод муфты, либо же лег электромотор, либо же детали редуктора. На задних полуосях находятся задающие кольца ABS. Под воздействием реагентов зимой эти кольца ржавеют, даже набухают и наросты могут стереть датчик ABS. После этого машина оповестит вас о проблеме с ABS, системой стабилизации и может даже перестать слушать педаль акселератора. Задающие кольца по оригиналу не продаются отдельно от полуосей, но есть предложения не по оригиналу. Но надо еще умудриться одеть эти кольца на ржавые полуоси. На BMW E90 инженеры BMW также решили выбросить силовой кабель наружу из ниши аккумулятора. Через отверстие в кузове кабель выходит наружу. Внешний кабель с внутренним кабелем соединяется винтовым соединением. Эти клеммы страдают от коррозии, окисляются, после чего пропадает питание в электросети. Машина может не подавать признаки жизни, это может случиться даже на ходу. Если профилактика не была сделана, то клеммы надо очистить, если надо поменять, покрыть защитным составом. BMW E90 от этой проблемы не горели, но коррозия возле клемм может прогрызть огромную дыру. Также нужно профилактически усилить или доработать переднюю клемму этого силового кабеля на входе в блок предохранителей. Дело в том, что со временем теряется контакт между платой блока предохранителей и клеммой, и тогда может пропасть питание. В худшем случае расплавится коробка блока предохранителей, либо же подгорит сам кабель. Евгений продиагностировал только что этот автомобиль, и сейчас он расскажет, что он там нашел. В результате диагностики E90 было обнаружено, что нуждаются к замене передней оттяге стабилизатора, замена либо ремонт рулевой рейки, требуется переуплотнение сальника, хвостовика коробки передач и переуплотнение вакуумного насоса. Эта информация будет очень актуальна для хозяйки этого автомобиля. С какими проблемами обычно к вам приезжают E90? E90 приезжают с обычными проблемами по подвеске, где-то савенблок, где-то шаровая, но подвеска не летит в себя целиком и полностью. В себя происходит постепенно. Типичная проблема любых машин – это стойки и втулки стабилизатора, а в основном все нормально, машинки ходят. Но бывает такое, что они приезжают после криворуких «горазных садомитов», как мы их любим называть. И бывают такие случаи, допустим, как на днях у нас была машинка и она приехала с проблемой по системе охлаждения, которая была соединена вся на герметике. Этот герметик ушёл в радиаторы и всё там позабил. Спасибо. Вот вам подробнейший обзор автомобиля BMW E90. Обязательно поделитесь в комментариях опытом владения этим автомобилем. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, а теперь уже и об автомобилях, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».